КОП-29 станет мостом для переговоров и принятия решений в вопросах глобальных изменений климата. Об этом накануне было заявлено на первой пресс-конференции, проведенной в рамках 29-й сессии конференции сторон в рамочной конвенции ООН по изменению климата. Мероприятие прошло вчера, накануне в штаб-квартире КОП-29, ну а тему мы обсудим с гостем. На прямой связи со студией профессор кафедры управления проектами Азербайджанского университета и строительства Эльшан Гурбанов. Эльшан Гурбанов, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Ну вот, Азербайджан уже давно стал площадкой для международных мероприятий именно глобального масштаба. В этом году столица примет в ноябре КОП-29. И как вот проведение такого мероприятия именно в Баку влияет на обсуждение и решение глобальных тем? Азербайджан действительно за последние много лет является платформой и площадкой для проведения основных глобальных мероприятий. И КОП-29 это как бы показания заслуг Азербайджана и опыт Азербайджана по проведению такого рода мероприятий. Однако КОП-29 имеет свое особое значение и значимую роль среди всех мероприятий, проводимых в Азербайджане. Это действительно глобальные события, это действительно мероприятия, где будут участвовать лидеры почти всех основных держав мировых. И где будет обсуждаться именно глобальная проблема будущего нашего земного шара. Это изменение, глобальное изменение климата и каким образом наше общество может бороться с этим. Азербайджан в этом отношении, особенно на фоне того, что творится сегодня в мире, на Ближнем Востоке, в Европе, конфликт между Россией и Украиной, можно видеть, что Азербайджан является своего рода оазисом устойчивого развития. И проведение этого мероприятия именно в Азербайджане это очень значимо. И именно в Азербайджане, ввиду того, что Азербайджан является на сегодняшний день одним из примеров, как развивать экономику страны, как развивать отношения к социальной отрасли и как относиться к экологии, то есть к нашему будущему, является примером того, как надо двигаться вперед со взглядом на будущее. Азербайджан, который восстановил свой суверенитет, за очень короткий период отстроил разрушенные после оккупации Армении города, в том числе один из городов был отстроен по принципу умного города. Как опыт Азербайджана поможет в решении глобальных вопросов и именно проблем, как вы отметили, климата на этой конференции? Да, действительно, Азербайджан решил все свои проблемы, территориальные проблемы, особенно в прошлом году это было сделано в течение 23 часов. И на сегодняшний день, как я уже отметил, являясь оазисом устойчивого развития, Азербайджан начинает свое развитие, внутреннее и экономическое развитие. В том отношении, что Азербайджан встает на рельсы не просто экономического развития для повышения каких-то макроэкономических и микроэкономических параметров, Азербайджан встает на рельсы развития зеленой экономики. Мы очень часто говорим о зеленой энергетике, о возобновляемых источниках энергии, но вопрос, каким образом Азербайджан развивает свою экономику, именно особенно после решения карабахского вопроса, это очень важный нюанс. В Азербайджане на сегодняшний день ключевыми отраслями являются нефтегазовая отрасль, энергетическая отрасль, на сегодняшний день уже поднимается строительная отрасль, сельское хозяйство, промышленность. И к чему это приходит? Это приводит к тому, что Азербайджан развивает во всех этих направлениях именно принципы развития зеленой экономики. То есть каждый сектор экономического развития Азербайджана, он как бы завязан на устойчивое развитие, и при этом рассматривается не только, например, строительство городов. Вы уже отметили, что в Карабахе на сегодняшний день Азербайджан придерживается принципа умных городов. Что значит умные города? Это те города, которые в базу своего развития ставят социальные вопросы и экологические вопросы. Именно в этом отношении я должен отметить, что Азербайджан со временем, я уверен, что будет лидирующей страной не просто в отношении зеленой энергетики и зеленой экономики, но и будет поднимать уровень своего сектора услуг. Развитие зеленой энергетики и зеленой экономики приводит обычно к тому, что сектор услуг в стране, которая развивает это направление, он повышается, усиливается, и страна, которая развивает сектор услуг у себя. Это наука, это инжиниринговые вопросы, это вопросы дизайна, это вопросы консультаций, вопросы управления проектами. Эта страна, она приближается семимильными шагами, я бы сказал, к развитым странам. Вы прекрасно знаете, что именно в развитых странах порядка 60% экономики является сектор услуг. Промышленность и производство уходят в развивающиеся страны, и я думаю, что проведение КОП-29 в Азербайджане и развитие устойчивой экономики, зеленой экономики, приведет к тому, что в нашей стране сектор услуг тоже будет развиваться. После того, как Азербайджан был объявлен страной проведения КОП-29, страна начала подготовку к этому мероприятию. Как в целом сейчас подготовка специалистов в области устойчивого развития экологической, экономической и социальной области происходит? Это очень интересный вопрос. Я затронул этот вопрос буквально, когда мы с вами обсуждали вопросы развития Карабаха. Именно в результате развития зеленой экономики в Азербайджане мы приходим к тому, что необходимы специалисты. А специалисты, как я уже говорил, развитие зеленой экономики, оно влияет не только на основные сектора развития и экономики страны, это в том числе и образовательный сектор. Я должен ответить, что в наших университетах на сегодняшний день уже начались года три, уже идет подготовка специалистов именно в отрасли устойчивого развития. Обращается внимание не просто на традиционные предметы типа экономика, социология, психология или же чисто технический предмет, архитектура или градостроение. Очень важный нюанс, когда создаются специальности и подготавливаются специалисты, как у нас в Университете архитектуры и строительства. Это основные направления по устойчивому градостроению и развитию региона. Говоря об устойчивом градостроении, мы имеем в виду не просто строительство городов, не просто умные города. Это треугольник, который затрагивает и градостроение, и экономическое развитие регионов. А также две базовые вещи, это как социальное развитие, вопросы социального развития, вопросы общества, вопросы, как общество должно взаимодействовать, как соседи друг с другом должны жить, то, что очень важно с точки зрения мультинационального государства, как наша страна. И, естественно, что каким образом экономическое развитие влияет на экологические вопросы. Как мы на сегодняшний день передадим то, что имеем нашим детям и внукам. То есть будущие поколения не могут с нами разговаривать, они, как бы, получив от нас нашу экологию, нашу природу, там уже обсуждать будет нечего. Именно поэтому сегодня подготовка специалистов, исследование зеленой экономики, зеленой энергетики, и, естественно, в том числе и борьба с вопросами климата, с изменением климата, приводит к тому, что Азербайджан действительно в регионе находится на лидирующих позициях. И многие страны, которые, многие лидеры даже, которые посещают Азербайджан в частных разговорах с нашим лидером, с нашим президентом, они отмечают, что очень важный нюанс – это перенятие примера Азербайджана и опыта Азербайджана в городостроении, в развитии зеленой энергетики, развитии нефтегазового сектора именно таким образом, чтобы это доносило минимальный ущерб экологии. То есть, действительно, со временем Азербайджан превращается в своего рода пример устойчивого развития и бережного отношения к природе, к экологии, к климату. И именно поэтому, я думаю, что Азербайджан настолько был поддержан международным сообществом, и КОП-29 будет проведен в ноябре в Баку. Спасибо большое, Джамем, за подключение, за ваши ответы. На прямой связи со студией был профессор кафедры управления проектами Азербайджанского университета строительства Ельшан Гурбанов.